История в поворотный момент. Политика, правительство и бизнес-стратегии. Именно так звучала тема Международного экономического форума, прошедшего на этой неделе в швейцарском Давосе. Напомню, что это первый Давосский форум, который был проведен в очном формате после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Сегодня мы будем подводить его итоги, обсуждать, какие вопросы поднимались в рамках этого мероприятия и пытаться понять, какие проблемы сейчас больше всего интересует международный бизнес. На видеосвязи со мной находятся Муслим Ибрагимов, доктор экономических наук, гостевой профессор Зигинского университета в Германии и Александр Королев. Кандидат политических наук, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Российского национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Приветствую вас, уважаемые эксперты. Добро пожаловать к нам в эфир. Здравствуйте. Прежде чем приступить к обсуждению тех тем, которые поднимались в рамках этого форума, я хочу сказать, что лично у меня сложилось впечатление, что в этом году то, что происходило на Давосском форуме, было гораздо меньше представлено в СМИ, чем в предыдущие годы. С российскими СМИ понятно, в этом году российская делегация не была допущена для участия в этом форуме, но даже если посмотреть на англоязычные СМИ, лично у меня такое впечатление сложилось, что новостей было не так много, да, они были, но они не тянули на уровень новость недели или даже новость дня. И вот, возможно, господин Абрагимов, вы скажете, что в немецких СМИ какая-то другая ситуация, но тем не менее, у меня вот на фоне таких впечатлений вопрос. Не кажется ли вам, что сегодня значимость Давосского форума, который многие годы был международным экономическим событием номер один, несколько снизилась? Да, это верно. Есть такая проблема в том, что все-таки Давосский глобальный экономический форум несколько стал сдавать свои позиции. Это уже не платформа для того, чтобы решать определенные насущные проблемы между крупным бизнесом и глобальным, скажем так, бюрократическим аппаратом и системой. И та, и другая, как говорится, система сегодня находятся некоторыми определенными проблемами, встречаются, которые, в общем-то, решить всего лишь навсего при помощи встречи на платформе, каким является, каким является Давосский глобальный форум, экономический форум. Уже, как говорится, не получается. И, в принципе, многие, скажем так, субъекты мировой экономики несколько разочаровались. И плюс ко всему есть определенная проблема, насколько вообще, само по себе, Давосский глобальный экономический форум решает задачи, так сказать, связанные с глобализацией. Вообще, есть ли сегодня глобализация, на каком, как говорится, находится, ну, скорее всего, все-таки все понимают, что глобализация находится на перепутье. На данный момент я бы сказал бы, что Давосский глобальный экономический форум больше напоминает на такое, знаете, быть услышанным, сказать что-то и быть услышанным. Но, к сожалению, не решение насущных проблем. Опять же, два года тому назад все-таки были определенные проблемы, ставились это проблемы противоречия, как я уже сказал, крупного бизнеса и глобального бюрократического аппарата. И, конкретно, ставились проблемы решения, возможности решения таких глобальных проблем, как изменение климата и так далее и т.д. Но на сегодняшний день это такая неопределенность, с одной стороны, это геоэкономическая неопределенность вместе с геополитической напряженностью. Из страны дело в том, что на сегодняшний день сугубо, скажем так, заняты, конечно же, решением проблем своих насущных, опять же, национальных проблем или же проблем регионального характера, то бишь, Европейского Союза. Да, я согласен с тем, что на сегодняшний день Довозский глобальный экономический форум несколько сдал свои позиции в отношении решения многих глобальных проблем. Господин Королев, теперь хочу обратиться к вам и, опять же, поделиться своими впечатлениями, своими ощущениями от этого форума. Мне показалось, что в этом году было гораздо больше политики на этом форуме, чем экономики. Ну вот, на самом деле, все такие самые яркие заявления, заявления, которые обсуждались, они касались не экономики, они касались политики. И в связи с этим вопрос, не кажется ли вам, что на сегодняшний день мировая экономика, она становится все более политизированной? И, соответственно, те экономические теории, на которые раньше все опирались, сейчас они для прогнозов на будущее, в принципе, не работают. И в ближайшие, как минимум, годы мировая экономика будет определяться теми решениями, которые будут приниматься на политическом уровне. То есть, первая идет политика, и уже после нее сильно запаздывая экономика. Да, я абсолютно с вами согласен. И в целом можно проследить динамику развития переговорного трека в рамках Довозского форума еще до 2022 года, еще до событий 24 февраля. Поэтому эта тенденция, которая развивалась и до, в нынешних условиях, после 24 февраля, конечно, было логично и предсказуемо, что экономический блок и в целом вопросы, которые так или иначе, смежные вопросы, связанные с экономикой, это и зеленая трансформация, зеленый переход, это повестка гуманитарного развития, это создание каких-то гуманитарных коридоров и так далее, восстановление цепочек добавленной стоимости, которые были разрушены во время пандемии. Это экономические вопросы в целом, но, конечно, в нынешних условиях они приобретают, как вы сказали, политический характер. Даже вот можно обратить внимание на ту риторику, которую использовали и официальные представители Германии, и канцлер Шольц про это говорил, и управляющий директор Кристаллина Георгиева говорила из МВФ, что цепочки добавленной стоимости разрушены, этот процесс наблюдался во время пандемии, но после обострения геополитической напряженности эта проблема еще больше углубилась. И те рецепты, которые предлагали представители МВФ, представители отдельных стран в рамках Давосского форума, инструментально они носят экономический характер. Но характер восстановления цепочек добавленной стоимости, характер выправления экономической модели, безусловно, носят политизированный характер. Поэтому, я думаю, в ближайшие годы, безусловно, вне зависимости от того, будет попадать Россия в рамках этого форума, будет представлена на том или ином уровне, будет ли представлен Китай, поскольку также мы можем наблюдать, что китайская делегация в этом году была тоже очень урезана. Это тоже говорит об определенной политизации всех процессов, которые происходят в рамках Давосского форума. Ну и в целом, Давосский форум, хоть он формально называется экономический, но скорее, наверное, надо его переименовать как политэкономический, поскольку именно политэкономические вопросы, которые находятся на слегке этой санкции, этой торговой войны, этой цепочки добавленной стоимости, это та же самая пандемия, поскольку до сих пор многие страны направляют обвинения по адресу Китая, говоря о том, что в результате появления коронавируса и последующего за ним коронакризиса, как раз и произошло изменение разрыв цепочек добавленной стоимости, затмение глобализации. Кстати, интересный был момент в рамках этого Давосского форума, была даже фактически некая дискуссия, дебата, по поводу существует ли глобализация в том виде, в котором мы ее наблюдали в рамках 90-х годов, в рамках начала 2000-х годов, или это уже перешло в регионализацию. Этот вопрос тоже очень политизированный, и в ближайшем будущем, очевидно, вопросы восстановления экономики, вопросы восстановления Украины, о чем тоже на этом форуме, безусловно, много говорили, это стала центральной идеей, это говорит о смещении фокуса с экономики, в политику, и даже в большем смысле вопросы безопасности, тем самым разрывая и размывая всю повестку Давосского форума. Господин Ибрагимов, хочу вернуться к вам и подробнее поговорить о тех темах, которые обсуждались в рамках этого форума. Как я сказала, это первый офлайн форум за два года, раньше из-за пандемии это было невозможно, и вообще последние пару лет пандемия, наверное, была главным определяющим фактором международной экономики, очень многие, практически все сферы экономики от нее пострадали, на всех международных мероприятиях в онлайн формате обсуждалась эта тема, на этом форуме тоже обсуждалась, но мне показалось, что гораздо меньше. Как вы считаете, прошел ли эффект пандемии уже на экономику? Вы видите, насколько она восстановилась или не восстановилась, адаптировалась, не адаптировалась? Как, на ваш взгляд, сохраняется этот эффект или нет? Госпожа Георгиевна с МВФ назвала вот эту ситуацию как «unthinking crisis of the unthinking crisis». То есть она связала вот такие вот несколько, две основные проблемы. Кризис это постпандемия, как «unthinking», да, и на сегодняшний день война в Украине. О самом по себе, между или, скажем так, в некотором порядке были другие проблемы. Это и торговый спор между США и Китаем, блокировка Советского канала, выход Великобритании из Европейского Союза. И все-таки, как говорится, между вот этими проблемами и вот эта вот пандемия глобального масштаба, и вот эта вот на сегодняшний день проблема война в Украине. Так вот, сказать о том, что экономики адаптировались, конечно же, нет. По причине того, что невозможно было быстро адаптироваться, по причине того, что все-таки мир не ожидал такого расширенного, скажем, влияния, негативного влияния пандемии. И здесь, конечно же, были определенные вопросы, связанные, опять же, взаимоотношения самому по себе глобального бюрократической системы с крупным бизнесом. Здесь, конечно же, выстраивались определенные отношения, разбор полетов и так далее. Но после этого пришла, как говорится, и другая проблема, опять же, unthinking, такой crisis, да. И что, в принципе, привело к тому, что очень сложно и абсолютно невозможно говорить о том, что экономика стран адаптировались или, скажем так, уже находится в постпандемической ситуации. Почему? Потому что проблемы, которые были вызваны в пандемии, наложились на сегодняшние проблемы и, в общем-то, вызвало довольно-таки очень сложную такую геополитическую напряженность в мире. Ну, что, в общем-то, какие основные вопросы? Ну, в Давосском глобальном саммите, форме, извиняюсь, здесь все-таки были поставлены 9 определенных вопросов, то есть 9 точек, которые непосредственно обсуждались. Но, на мой взгляд, самое такое важное, это, конечно же, проблема продовольствия и энергетики. И оно, хочешь-не хочешь, конечно, связано и с пандемией, и на сегодняшний день проблемой войны. Но дело в том, что все вот эти вот проблемы, они стали ввести некоторой такой вот деглобализации. Как раз-таки в форуме все-таки рассматривались вопросы, на каком вообще этапе находятся процессы глобализации. То есть есть определенная, вот когда мы говорим о геополитической напряженности, это так называемое такое стремление, как вот было названо, такой френдшоринг, да, это ведение бизнеса с геополитическими союзниками. И, в общем-то, опасность того, что как раз-таки вот такой подход может привести к сворачиванию глобализации. А по сути дела происходит такая вот фрагментация, мировая фрагментация, многополярность. Некоторые говорят, добро-пожалуйста, многополярности. С одной стороны, это, конечно же, приведет к большим проблемам. То есть это, представьте себе, что достижение глобализации за последние 40 лет, это будет, в общем-то, утерян. И сказать, опять же, отвечая на ваш вопрос, что это возможно ли опять вернуться к этому, нет. Дело в том, что если есть опасность такой вот деглобализации, то, конечно же, рассматриваются вопросы реглобализации. Ну, мнение о том, что все-таки вступила в фазу деглобализации, вызванная проблемой коронавируса и, как говорится, таким военным кейсом российско-украинским, то все-таки здесь отчасти основывается на вот таких растущих масштабах экономических, политических потрясениях, о которых я уже сказал. И они все, конечно же, все влияют, отрицательно влияют на глобальные цепочки создания стоимости. И, опять же, вопрос не идет о том, что все-таки в результате пандемии мир стал, скажем так, проводить некоторый демонтаж вот этих цепочек, потому что все-таки это глобальная такая структура, глобальная система цепочек создания стоимости. Они формировались годами с крупными инвестициями. Это сотни миллиардов долларов, которые были вложены. Это длительное отношение с поставщиками, клиентами и так далее. То есть само по себе современные глобальные цепочки, они не то что основаны на некотором демонтаже, они должны все-таки находиться в некотором гибкости, что ли, должны демонстрировать гибкость. И в этом отношении как раз-таки в форуме рассматривались вопросы, насколько вот эти цепочки могут быть гибкими. Само по себе я хотел бы просто сформулировать, как все-таки рассматривался глобальный мир с точки зрения форума. Это все-таки продолжение геополитического потрясения при наличии геоэкономической неопределенности, но в то же самое время с растущим сильнейшим промышленным ренессансом, определяемыми цифровыми платформами и так далее. Все, что связано с IT-технологией, это автоматизация, блокчейн, искусственный интеллект. Господин Королев, к вам хочу обратиться вновь. Вот господин Ибрагимов вспомнил про заявление Кристаллины Георгиевой, управляющего директором Международного валютного фонда, то, что она заявила в рамках этого форума, что мир сейчас переживает немыслимый кризис, кризис, самый большой кризис с периода Второй мировой войны. Вы согласны с такой оценкой? Действительно ли все так плохо и прогнозы тоже негативные? Я в целом согласен с ее оценкой. Я думаю, она, конечно, очень негативная и печальная, но, с другой стороны, она взвешенная, поскольку я согласен тоже с профессором, поскольку сама пандемия, коронакризис, это его многие называют черный лебедь, можно его так и называть, в любом случае это был существенный шок, и он остается существенным шоком, поскольку надо в данном случае, мне кажется, разделять коронавирус и сопутствующий коронакризис, если мы говорим о том, что во многих уже странах мира научились или хотя бы привыкли и адаптировались национальные системы здравоохранения и экономики под коронавирусные ограничения, локдауны и прочие сюжеты, но с точки зрения экономики, с точки зрения международного бизнеса, логистики, поставок, цепочек добровольной стоимости и в целом все, что можно назвать коронакризисом, он продолжается до сих пор. И даже ведущие экономики с большим количеством запасов финансовых, валютных и иных ресурсов, они не могут в одночасье справиться по щелчку пальцем с последствиями коронакризиса. Но действительно, помимо коронакризиса, сейчас в целом мировая экономика, она столкнулась еще с новым, пока что неизведанным кризисом после 24 февраля. И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем действительно большие проблемы с точки зрения продовольствия. И во многих регионах, в частности в Юго-Восточной Азии, в Центральной Азии, в Южной Азии, в Латинской Америке, в африканских странах, в странах африканского континента действительно встает вопрос о голоде, встает вопрос о кризисе продовольственной безопасности, кризисе водных ресурсов. И в частности, в рамках форума председателя Еврокомиссии Урсула Фонда Ляйн как раз-таки заострил внимание на проблеме продовольственной безопасности как некого продолжения коронакризиса А и обострения геополитической напряженности Б. Поэтому не случайно Урсула Фонда Ляйн заявил о необходимости поддержания стран африканского континента, поскольку во многом именно по ним бьют все эти и санкции, и различные ограничения, связанные прежде всего с импортом продовольственных товаров. Поэтому Урсула Фонда Ляйн неоднократно заявил в своем официальном выступлении на Довозском форуме, что именно страну африканского континента необходимо, по сути, то, что можно назвать продовольственная сувернизация. То есть некий снижение зависимости, критической зависимости от импорта продовольственных товаров. То же самое можно наблюдать и на рынке энергоресурсов, на рынке удобрений, поскольку ограничение экспорта удобрений, а Россия является одним из ключевых экспортеров удобрений в мире и в различные регионы, как раз которые критически зависят от поставок удобрений, от этого влияют посевные, от этого влияют различные аграрии, сельскохозяйственные рынки, опять же, не только многих стран, а многих макро-регионов. Поэтому это вот эти комплексные проблемы, также связаны и с транспортом, с логистикой различных критических категорий товаров, в том числе даже товаров первой жизненной необходимости. Поэтому я согласен с такой негативной оценкой. Экономически, с точки зрения макроэкономики, безусловно, очень тяжело сейчас взвесить. Есть различные оценки и по поводу того, как кранокризис скажется на развитие экономики и мировой экономики в целом, на развитие мировой торговли в целом. Но, безусловно, здесь понадобится многим странам переосмыслить и фактически в ручном режиме перенастроить модель экономического развития, продвигать различные зоны свободной торговли, как в рамках отдельных субрегионов, так и, возможно, макро-регионов, чтобы хеджировать или отчасти компенсировать те негативные экономические последствия, которые многие страны и регионы наблюдают в данном моменте. Господин Ибрагимов, вопрос к вам. Хочу вспомнить еще одно заявление, сделанное в рамках Давосского форума, которое мне показалось интересным. Глава программы развития ООН Ахим Штайнер сказал, что нынешняя ситуация может привести к дефолту в 70 странах мира. И чтобы этого не произошло, нужно срочно выделить финансирование развивающимся странам. Действительно ли масштаб проблемы столь велик? И, в принципе, здесь речь идет о развивающихся странах с небольшим объемом ВВП. Если все-таки это произойдет, это будет только проблема этих стран, местная какая-то, или все-таки для мировой экономики это тоже несет какие-то угрозы? Ну, а само по себе оценка того, как будет развиваться глобальный порядок в будущем, в общем-то, все эти заявления непосредственно затрагивают и входят в само по себе будущую систему глобального порядка. Опять же, все это находится в неком таком вот, знаете, неопределенной среде. И когда разговор идет о финансовой помощи развивающимся странам, опять же, смотря о каких развивающихся странах идет речь, все-таки есть определенная классификация и, наверное, все-таки уже надо будет на эту классификацию уже посмотреть несколько под иным углом. Так вот, если уж говорить о неопределенности, то, скорее всего, эта финансовая помощь, она больше всего будет как раз-таки как финансирование этой самой неопределенности, поскольку как раз-таки развивающиеся страны не находятся в том самом периметре, где рассматриваются будущее развития в самом по себе глобальной экономике. Ну, а приоритет, который все-таки должен быть, и я так думаю, что с одной стороны финансирование это несколько обезопасить эти страны от той самой неопределенности, которая на сегодняшний день есть, и другая часть это, наверное, дать возможность для адаптации развивающим странам более активно включаться в те самые глобальные цепочки добавленной стоимости, возможности за счет этого привлечения, перераспределения иностранных инвестиций или, скажем так, развития внутрирегиональной торговли, вот как сказал, отметил мой коллега, вот это вот внутрирегиональная торговля, наверное, промежуточными ресурсами, которыми обладают развивающиеся страны, и которые, в общем-то, могут быть использованы другими фирмами, глобальными, крупными фирмами различных других регионов, непосредственно занимающиеся экспортом продукции, допустим, уже Северную Америку, Европу. Конечно же, здесь финансирование развивающихся стран, опять же, основано на том, чтобы развивающиеся страны не выпадали из рамок глобализации. Опять же, проблема, которая всегда решала, когда всегда решал Давосский форум, это все-таки продвижение и развитие глобализации. Так вот, опять же, здесь идет разговор о том, что проблемы коронавируса и, опять же, проблема на сегодняшний день, связанная с войной в Украине, она ослабляет уровень глобализации. А сама по себе, десятилетия назад выход на глобальный уровень не означал развитие развивающихся рынков, рост транснациональных корпораций. Сама по себе глобальная торговля росла в два раза быстрее, чем в ВВП этих странах. Но сегодня есть эта фрагментация. И вот это финансирование, оно как раз-таки основано на том, чтобы развивающиеся страны не выпадали и не подключались к каким-то этим фрагментациям. Это довольно-таки сложно, просто всего лишь навсего снизить вот этот самый риск, с одной стороны, неопределенности для этих стран, в то же самое время дать возможность рассматривать новые возможности глобализации, или, скажем так, реглобализации для развивающихся стран. — Господин Королев, вопрос к вам. Еще одной темой, которая обсуждалась в рамках этого форума, была борьба с изменением климата. В принципе, эта тема обсуждается в последние годы практически на всех мероприятиях международных и экономических, и политических, и культурных, вплоть до вручения премии «Оскар». Хотя бы стоит вспомнить речь Леонардо де Каприо, когда он получил эту награду. Но сейчас это не было основной темой, в отличие от предыдущих мероприятий. И стали обсуждать, соответственно, меньше, и делать стали меньше. Потому что, если посмотреть на статистику, в Европе, допустим, в прошедшем году увеличилось потребление угля, которое дает много выбросов. И, в принципе, выбросы за прошлый год тоже достигли рекордного уровня, увеличились значительно. Значит ли это, что бизнес отказывается от тех обязательств, которые они брали на себя ранее по борьбе с изменением климата, оттягивает исполнение их, все эти цели откладываются куда-то на потом? Да, я думаю, можно сказать, что оттягивается на потом, поскольку в том числе и страны Европейского Союза, разумеется, и отдельные крупноазиатские игроки, в частности Китай и Индия, эти вопросы активно поднимали в рамках форума. И Китай даже заявил, что готов к 2030 году посадить 70 миллиардов деревьев, что поможет снижению углеводородного следа и поможет добиваться цели снижения бедности в Китае. То же самое Индия представила свое видение 2070 к 2070 году создания углеводородной нейтральности в рамках своей страны. Европейцы также и канцлер Германии Шольц и Урсул фон дер Ляйн это отметили и представили свою новую программу «Repower Европейский Союз», которая как раз направлена на то, чтобы Европейский Союз постепенно, шаг за шагом снижал количество импорта энергоресурсов и переходил к углеводной нейтральности. Но опять же, это процесс долгосрочный, это не делалось в одночасье. Здесь заложены и гигантские деньги, и интересы, безусловно, лоббистов, как со стороны зеленых лоббистов, которые будут, понятно, лоббировать повестку зеленого перехода, но одновременно есть крупные энергетические компании, крупные лобби, которые, напротив, лоббируют повестку увеличения экспорта и импорта углеродных ресурсов. Так что этот процесс в любом случае будет, а, политизирован, б, это долгосрочная перспектива. И даже по самым различным прогнозам те же европейцы, которые в рамках этого форума объявили о неком переходе к 2030 году, но, во-первых, это все-таки еще 8 лет осталось, а, во-вторых, сейчас действительно настолько непредсказуемая политика, непредсказуемые экономические процессы развиваются, что любой фактор, любая кризисная ситуация, связанная и с энергетическими рынками, и с продовольственной безопасностью, может просто перечеркнуть все эти планы по переходу к зеленой трансформации. Но эти вопросы будут обсуждаться. Сейчас зеленый переход является одним из, наверное, самых перспективных и самых обсуждаемых резонансных историй. Но, как вы тоже заметили, естественно, из-за тех политических событий, которые происходят, из-за обострения геополитической напряженности, конечно же, вопросы зеленой повестки, они были покружены лишь в контекст и отодвинуты на второй, а может быть даже и третий план после понятных событий, связанных с территорией Украины. Уважаемые эксперты, к сожалению, на этом время наша передача подошла к концу. Спасибо, что к нам подключились, спасибо за интересную беседу. Напомню, что в эфире была передача «Экономика дня». С вами была я, Елена Косолапова, и сегодня мы подводили итоги прошедшего на этой неделе Давосского международного экономического форума и обсуждали, какие вопросы сегодня больше всего беспокоит международный бизнес. В дискуссии на эту тему участвовали Муслим Ибрагимов, доктор экономических наук, гостевой профессор Зигинского университета в Германии и Александр Королев, кандидат политических наук, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Российского национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Оставайтесь на CBC. Субтитры создавал DimaTorzok